Очень важно знать, что срок для принятия наследства составляет 6 месяцев с момента открытия наследства. Датой открытия наследства является день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим день вступления в законную силу решения суда. Если вы все же пропустили срок для принятия наследства, наследство вы можете принять без опрощения в суд, но только если на это согласны остальные наследники, принявшие наследство. Также по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может признать принявшим наследство, если признает причины пропуска срока уважительными. Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять. И сделать это можно двумя способами. Путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также фактическим вступлением во владение или управление наследственным имуществом. Разберем первый способ. Заявление о принятии наследства вы можете составить самостоятельно дома и выслать почтой в нотариальную контору по месту открытия наследства, но до истечения 6 месяцев. В своем заявлении вы должны указать ваши фамилии, имя, отчество и адрес, фамилию, имя, отчество умершего, дату смерти, а также место открытия наследства. Кроме этого, в заявлении необходимо указать, что вы настоящим заявлением наследство принимаете. Нотариус, получивший заявление, откроет наследственное дело и сообщит вам о том, что вы признаетесь наследником, принявшим наследство, и разъяснит о необходимости вашего обращения или обращения вашего представителя по доверенности уже непосредственно к нотариусу за оформлением наследственных прав. Второй способ принятия наследства – фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом. Что это такое? Это когда наследник не обратился до шести месяцев к нотариусу с заявлением, но он каким-либо образом принял меры к сохранению наследственного имущества. Это может быть, он проживал по одному адресу с наследодателем, или он проживал в наследуемом жилом помещении, или в течение этих шести месяцев он произвел за свой счет текущий ремонт, обрабатывал земельный участок, оплатил долги наследодателям, многие другие. Но это должно быть обязательно подтверждено документально нотариусом. Документами, подтверждающими фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом, являются… Справка о последнем месте жительства, о составе семьи. Это может быть справка сельского совета о том, что наследник в течение шести месяцев принял меры к сохранению имущества, обрабатывал земельный участок. Также копия решения суда, вступившего в законную силу, об установлении данного факта, ну и многие другие документы. Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать требованиям законодательства.